Добрый день, уважаемые друзья! Да, действительно, с 1931 года, с момента создания этой организации, проходит празднование этого праздника, не отмечается этот праздник. Но конкретно отмечается с 1990 года, потому что именно 1 марта 1990 года был принят устав между народной организацией и гражданской обороны. Сейчас уже более 53 страны входят в эту организацию. Она получила статус межправительства. Сегодня, в день празднования, мы проводим, или вы проводите, организовали филошимон для пропаганды знаний гражданской обороны, а также пропаганды спасательных служб. Также сегодня будет проводиться проверка системы оборечения. В целом сирены будет передан сигнал «Внимание всем!», а также будет передано речевое сообщение через сирены. Я хочу напомнить, что когда вы услышали вот этот звук, когда зарывают сирены, он обозначает «Внимание всем!». Каждый житель, любой гражданин должен включить радиоприемы, телевизор и прослушать сообщение, которое будет на обеде. То есть, там будет обязательно дана информация о том, что произошло, и самое главное, что необходимо делать для того, чтобы спасти свою жизнь, жизнь и своих детей, своих друзей. Да, действительно, я сегодня не мог не прийти по двум основным поводам. Ну, первое, то, что мы сегодня проводим в филошмоб, и второе, то, что у меня сегодня почетная миссия. Значит, памятная медалью маршрул Василия Чуков награждается за долу номера Георгиевна. Спасибо. Прекрасный номер. Очень, конечно, значимый то, что медаль сейчас именно в день у нас в философском оборудовании. Поздравляем. Вероги вам немного. Эта награда действительно заслужена. Столько вложено сил, здоровья для того, чтобы создать кадетский класс, развивать это движение каждый год. Но надо сказать, что действительно этот вклад нашел свое отражение в судьбах ваших выпускников, которые сейчас продолжают кто-то учебу, кто-то даже службу в учебных заведениях. Не стерзо по чрезвычайным ситуациям, не стерзо оборудований. Еще раз мои поздравления, Вера Георгиевна. Спасибо большое за такую высокую награду. Я, конечно, постараюсь оправдать высокое доверие. И я уверена, что мы продолжим с вами, да, ребята и уважаемые педагоги, развитие кадетского движения. Потому что в приоритете нашей школы это воспитание патриота, гражданина нашей Родины. А как можно быть кадетом или учащимся школой, которая носит имя маршала Василевского и не быть патриотом? Быть другим человеком просто невозможно. Спасибо. Ну а теперь флэш-поп.